Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава Откровения Иоанна Богослова Читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала экзегет Вот у нас с вами свиток с семью печатями Сняты шесть И пока снимали шесть печатей, все было очень плохо Наверное, седьмая это будет полная катастрофа Но перед тем, как будет снята седьмая печать У нас идет седьмая глава, сейчас мы ее и прочитаем И это вот седьмая печать не снята И в шестой главе мы читали про гибель множества людей В том числе гибель верующих В том числе вот те, кто, собственно говоря, есть последователи Христа Те, кто Агнца или Льва, одновременно Агнца и Льва Почитают и которых убивают за их веру И здесь какая-то небольшая установка Наверное, нужно что-то прояснить вот про эти катастрофы Еще раз подскажу, что мы не знаем на самом деле О чем книга Откровения Анны Богослова Какие конкретно земные события имеются в виду Наступившие, наступающие Или какие-то, может быть, символические явления Которые, на самом деле, напрямую не соотнесены с событиями земной истории Но в любом случае у них есть смысл Вот этот смысл гибели людей, особенно людей верующих Мы, может быть, в некоторой степени видим в седьмой главе Потом я увидел четырех ангелов, они стояли на четырех углах земли Земля понимается, как такой квадрат, да, плоский И держали четыре ветра земли, чтобы те не дули ни на землю, ни на море, ни на какое дерево Я увидел еще одного ангела, он поднимался с востока и держал печать живого Бога Он громко крикнул четырем ангелам, которым было дано право причинять вред земле и морю Не причиняйте вреда ни земле, ни море, ни деревьям, пока мы не отметим рабов нашего Бога Поставив печать им на лоб Вот смотрите, полная катастрофа, и вдруг перерыв Перед самым последним событием, перед самой последней печатью Те, кто служит Богу, получают печать себе на лоб, да, вместо снятия общей печати получают индивидуальную Я услышал число отмеченных печатью, было отмечено 144 тысячи человек, это были люди из всех родов Израиля Из рода Иуда были отмечены печатью 12 тысяч человек Из рода Рувима 12 тысяч, из рода Гада 12 тысяч, из рода Осира 12 тысяч, из рода Нефалима 12 тысяч Из рода Моносии 12 тысяч, из рода Симеона 12 тысяч, из рода Левии 12 тысяч, из рода Иссахара 12 тысяч Из рода Завулона 12 тысяч, из рода Иосифа 12 тысяч, из рода Вениамина 12 тысяч, отмеченных печатью Перечислены 12 колен Израиля, 12 раз по 12 тысяч, это 144 тысячи, да, но трудно себе представить, чтобы это было буквально так Так, уже к этому моменту, собственно, некоторые племена или рода Израиля фактически исчезли, да, там Невфалим, где найти людей из племени Невфалима, особенно 12 тысяч, а кроме того, получается, что никого вообще, кроме израильтян, нету, понятно, что это скорее число символическое, 12 это число такой полноты народа, то есть вот вся полнота Божьего народа, она отмечена этой особой печатью, во всех своих отдельных проявлениях, включая вот людей, которые относятся к разным родам. Потом я видел огромное, неисчислимое множество народа, там были люди из каждого рода, каждой нации, каждого народа и каждого языка, то есть, да, 144 тысячи, но на самом деле очень много людей вообще посчитать нельзя, они стояли перед троном и перед ягненком, ягненок, напомню, это образ Христа, на них были белые одежды, в руках они держали пальмовые ветви, вот такой символ чистоты и приветствия вот царской церемонии. Они громко восклицали, спасение принадлежит нашему Богу, сидящему на троне, и ягненку. Все ангелы стояли вокруг трона, старейшины и четырех живых существ, они пали перед троном на свои лица и поклонились Богу, они говорили, аминь, хвала и слава, мудрость и благодарность, честь, власть и силы принадлежат нашему Богу вовеки, аминь. Затем один из старейшин спросил меня, кто эти люди, одетые в белые одежды, откуда они пришли, я ответил, ты знаешь, господин мой, то есть, интересно, казалось бы, он должен спрашивать старейшин, здесь старейшины его спрашивают, каким-то образом пытаясь, может быть, вести его на правильный ответ, но он не дает ответа, он, ты знаешь, скорее это обращение, но объясни скорее ты мне, да? Он тогда сказал, это те, кто пришел от великой скорби, они омыли свою одежду и отбелили ее в крови и гненка, то есть, видимо, люди, которые свои грехи искупили кровью Христа, точнее сказать, кровь Христа искупила их грехи, да, и они приняли это искупление, поэтому отмыли, отбелили в крови и гненка. В этой книге очень много вещей, которые выглядят абсурдом, как можно в крови отбелить, кровь пачкает, правда, кровь делает темной одеждой, а здесь темная одежда, омытая в крови, становится белой, ну вот, эта парадоксальность языка, она подчеркивает необычность того, что произошло, как может кровь жертвенного агнца, ягненка искупить грехи, вот так же, как она может отбелить одежду, то есть, не может, но да, это происходит. Поэтому они стоят пред троном Бога и служат день и ночь в его храме, и сидящий на троне раскинет над ними свой шатер, и они больше не будут голодать и томиться от жажды, их больше не будет палить солнце и никакая жара, ягненок, находящийся посреди трона, будет пасти их, поведет их к источникам живой воды, всегда наоборот, человек ведет стадо барашек, ягнят, овец к источникам воды, а здесь ягненок пасет людей. И сам Бог сотрет всякую слезу с их глаз. Смотрите, полная катастрофа. Вот в шестой главе бедствия, которые обрушиваются на землю со снятием печати. У нас еще седьмая не снята, это будет следующая глава. И мы ждем еще больше катастрофы. И в этот момент всеобщей гибели и развала оказывается, что кровь ягненка искупает грехи людей, более того, они оказываются в безопасности. Они оказываются в состоянии полного такого комфорта, доверия. При этом все наоборот. Красное отбеливает. Ягненок пасет людей. То есть логика христианской жизни, она в каком-то смысле обратна логике повседневности. Она совершенно по-другому устроена. Вот не ждите, что все будет так, как вы привыкли. Но и не ждите, что это будет такая приятная экскурсия с банкетом в конце, где все получат очень много удовольствия и никаких не будет неприятных переживаний. Вот, собственно, все, что мы можем вывести из этих глав, если не обращать внимания на глубину этой символики. Мы пытаемся обратиться, и тут, конечно, можно говорить об этом бесконечно. Ну, а седьмую печать снимут в восьмой главе.